Всем привет, меня зовут Плесков Павел, я data scientist в компании Point API, это американский стартап, еще я Kaggle Grandmaster. Чуть попозже расскажу, что это значит. Я сегодня расскажу вам про все, что я знаю про соревнования по машинному обучению, но прежде чем мы начнем, я бы хотел с вами чуть познакомиться. Можете поднять руки, кто из вас что-то слышал про Kaggle? О, окей. А кто считает себя data scientist? Еще я. Это хорошо. Хорошо. На самом деле я до этого никогда не выступал на IT-конференциях, выступал только на data science-конференциях. По количеству аудитории, в принципе, это видно. Ну, ничего, давайте начнем. Я чуть-чуть представлю себя. Начну прям очень издалека. Где-то в пятом классе я понял, что мне нравится решать задачки по математике. Я начал ездить на Олимпиады, потом поступил в математическую школу. Из нее у нас весь класс пошел на Мехмат МГУ, я тоже пошел. Ну, каких-то вариантов особо не было. Вот там я благополучно пять лет ничего не делал. Потом попал на рынок труда, понял, что там мне ничего не светит и решил получить второе образование в области экономики. Мне казалось, что прикладная математика интереснее всего в экономике. Сейчас я, может, так уже не считаю, но тогда это считалось интересным. Образование в Раже было очень крутое. Это, наверное, одно из лучших решений в моей жизни было пойти туда учиться. И потом я уже вышел на рынок труда. Был выбор между консалтингом и инвестмент-бэнкингом. Я выбрал консалтинг, потому что там можно было работать не все выходные. Надолго меня там не хватило тоже. Я продержался год. Там, в принципе, у меня началось какое-то знакомство с программированием. Я писал макросы в Excel на VBA. Думаю, кто-то из вас тоже так делал. Хардкорные программисты скажут, что это вообще не программирование. Но вот это было мое первое знакомство. После этого я решил последовать своей мечте и ушел в трейдинг. Я начал писать торговые алгоритмы, которые зарабатывали деньги. Пошел в довольно известный российский фонд. Там работал два года, писал уже на C-sharp. У меня такой апгрейд был. Потом меня выгнали, и у меня появилась своя компания именно в такой последовательности. И я уже писал алгоритмы на C++. Два года этим занимался. Потом обнаружил язык Python, влюбился в него, уволился с работы и начал участвовать в соревнованиях по машинному учению. Я также узнал, что такое Data Science, как это интересно. И год я не работал, участвовал в соревнованиях. Потом еще год участвовал в соревнованиях и работал Data Scientist. И вот теперь стою здесь и рассказываю вам все это. Значит, к чему я это все? Я знаю, что в IT-среде есть много каких-то мифов о Data Scientist. Есть миф, что они много получают, что у них интересная работа, еще что-то. Я знаю, что очень много людей хотят из программистов переобуться в Data Scientist. Они мне часто задают вопросы, как это сделать, как это быстро. Тебе там заняло два года. То есть, по сути, я пришел в Data Science через соревнования. Но я могу сказать, что в среднем это обычно занимает побольше времени, чем мне потребовалось. То есть я всю свою биографию рассказал, чтобы, если вы будете оценивать свои шансы как-то быстро через соревнования попасть в Data Science, вы могли как-то прогнозировать сроки. Но сегодняшний доклад будет в основном о соревнованиях. Но вы можете держать в уме, что это вот такой путь попасть в Data Science, вот такой мифический и непонятный. Ну, пойдем дальше. Ну, про Kaggle очень много рук было поднято, но я все равно чуть-чуть расскажу. Может быть, какие-то факты вы не знаете про Kaggle. Этой платформе уже почти 10 лет. Два года назад ее купил Google. Это, по сути, самая старая и самая большая платформа соревнований по машинному обучению. Там есть очень много бесплатных датасетов, большой комьюнити, форум и так далее. Вот, соответственно, там есть соревновательный рейтинг мировой. И там мое максимальное место было второе. Сейчас я на третьем месте. Вот. Соответственно, там 3 миллиона юзеров. Рейтингованных юзеров 100 тысяч человек. Ну, то есть достаточно большое достижение. Вот. Меня сейчас спрашивают, а кто же на первом месте? У меня максимальное было второе. На первом месте участник из Китая под ником Best Fitting. И с ним очень сложно бороться. И это такой большой тренд, что искусственный интеллект, Китай, их очень сложно догонять. Вот. И в плане соревнований это тоже видно. Вот. Значит, про грандмастера для тех, кто не знает. Когда ты участвуешь в соревнованиях и побеждаешь, топовым местам раздают медали, как обычно, золотые, серебряные, бронзовые. И если ты получил 5 золотых медалей, и одну из них соло, то есть ты участвовал в них без команды, то ты становишься грандмастером. И таких ребят в мире около 140 человек. То есть это достаточно выдающееся достижение. Ну, соответственно, таких людей часто приглашают куда-нибудь выступить. Сейчас в Кегле есть… Значит, это всегда была онлайн-платформа, но сейчас там есть оффлайн-мероприятие, называется Kaggle Days, когда люди решают какой-то хакатон в течение дня. И люди, наконец-то, те, которые были в команде, могут иметь возможность увидеть друг друга вживую. Очень интересное мероприятие. Вот. Там справа еще есть всего три соревнования, где моя команда заняла первое место. Всего я участвовал в 70 соревнованиях на Кегле, еще в десятки хакатонов и соревнованиях на других платформах. Ну, в общем, мне есть что рассказать про соревнования. Значит, давайте чуть-чуть расскажу вам про то, чем отличаются онлайн-соревнования от хакатонов и почему мне не очень нравятся хакатоны. Я участвовал в парочке, я судил парочку хакатонов. И проблема обычно в том, что, ну, когда происходит хакатон, обычно у компаний какие-то очень странные ожидания, что им за день или два запилят продукт. Вот. И обычно хакатоны, они превращаются в такие конкурсы оберточной бумаги. То есть туда приходят какие-нибудь профессиональные консультанты, делают красивую презу, говорят, вот у нас тут нейроночка будет, и побеждают в хакатоне. Я знаю прям команды людей, профессиональных консультантов, которые профессионально ходят по хакатонам и побеждают. Иногда это бывает какие-то стартапы, то есть у них уже есть готовый продукт, они тоже ходят по хакатонам. Вот. Это, ну, как проходят хакатоны. А онлайн-соревнования мне нравятся тем, что они более объективные, то есть они длятся долго, там есть четкая метрика, как сравниваются результаты людей, как сравниваются модели, и там намного более жесткая конкуренция, потому что онлайн-платформы, так как они онлайн, там участвуют люди со всего мира, в хакатонах это обычно что-то локальное, и, ну, на Kaggle, например, максимальное соревнование собирало 10 тысяч участников со всего мира, и это безумная конкуренция, делая довольно сложное участие в соревнованиях. Значит, на самом деле платформ, кроме Kaggle, очень много. Есть очень много локальных платформ, китайские, японские, индийские, австралийские. В России есть парочка платформ тоже, но Kaggle отличается от них всех одной важной вещью. Во-первых, там есть живой форум, то есть если вы будете участвовать в каком-то соревновании и зайдете на форум, там, скорее всего, будет пусто, на какой-то другой платформе. Вот на Kaggle он живой, там происходит очень много общения. Но самое важное, что на Kaggle участники выкладывают свои решения. То есть платформа сделана таким образом, что вы можете стать грандмастером за то, что вы выкладываете решения в общий доступ. И это то, чего нигде нет, и это делает эту платформу уникальной в плане обучения. То есть вы можете смотреть лучшие решения других участников и, ну, соответственно, запускать их, учиться на них и так далее. То есть когда вы участвуете в других платформах, вам дают задачу, говорят, вот самое простое решение, дальше делайте, что хотите. И обычно руки опускаются у новичков в такие моменты. А на Kaggle даже самый начинающий Data Scientist может показать какие-то выдающиеся результаты уже с самого начала. Вот это отличительная черта Kaggle. Значит, давайте теперь расскажу про задачи, которые там бывают и какие сейчас доминируют. Сейчас, когда уже началась эпоха видеокарт, наверное, два года назад те люди, которые играли в игры, заметили, что видеокарты резко подорожали в цене. Это было не только благодаря майнерам, но и благодаря Data Scientist, которые их покупали для обучения нейронных сетей. Соответственно, сейчас на Kaggle одновременно проходят восемь соревнований на картинке. То есть там данные, с которыми работают участники, это картинки, и это, на самом деле, невиданное что-то. Где-то пять лет назад в основном все данные были табличные, и, соответственно, использовались методы машинного обучения для анализа табличных данных. Сейчас это конвуляционные сети. Вот, соответственно, стандартная задача — это классификация, отличать собачку от кошечки. Есть задача сегментации, это вот то, что представлено на картинке. Это примерно то, что видит беспилотный автомобиль, точнее, должен видеть. На самом деле в беспилотном автомобиле очень много разных сенсоров, не только камеры, но и всякие лидары и так далее. Но вот когда люди представляют беспилотный автомобиль, они думают, что вот картинка, ну то есть каждый пиксель картинки должен размечаться и принадлежать к какому-то классу. То есть вот здесь машина, вот здесь асфальт, вот здесь дерево и так далее. Это, ну, более-менее как происходит на практике. И эти задачи очень популярны. Они популярны, например, в индустрии, в медицине, если вам нужно, например, детектировать какие-то раковые клетки. Например, они также популярны в... в других индустриях тоже. Значит, есть задачи детекции, где, возможно, видели картинки, где, например, какие-то объекты обводятся прямоугольничками. Вот. Это тоже довольно популярная задача, но сегментация, как правило, посложнее. И совсем редкие задачи на соревнованиях — это генерация, генерация картинок. Ну, про такое соревнование я чуть попозже расскажу. Вот. Очень мало соревнований связаны с текстом. Не совсем понятно, почему. На самом деле тема довольно интересная, но кажется, что людям намного важнее работать с картинками. Вот. Ну и про прочие тоже чуть-чуть позже расскажу. Значит, давайте я приведу примеры соревнований, где я участвовал с командой и какие-то интересные кейсы, которые случались. Значит, одно из соревнований было… Были даны картинки с 10 моделей телефонов, и нужно было понять, с какой модели телефона был сделан этот снимок. И при этом содержание этих фотографий было абсолютно неважно. Это делало задачу очень сложной, потому что классическая задача классификации — это отличить кошечку от собачки. И этот человек может сделать на глаз. Но когда вам дают две фотографии, например, с iPhone 6 и 4S, то на глаз это сделать очень сложно. Но при этом нейросети очень хорошо умеют с этим справляться. Вот. Интересно. То есть это, конечно, лидерборд по этой задаче. Наша команда заняла первое место. Здесь интересно, что в топ-10 было очень много русскоязычных команд. То есть это было какое-то полное доминирование сообщества ODS и русскоговорящих дейта-сайентистов. Что интересного в этой задаче было то, что обычно внешние данные не предполагаются в задаче их использования. В этот раз этот пункт из правил почему-то пропал. И люди тут же начали собирать внешние данные, то есть зашли на Яндекс.Фото, начали выкачивать фотки, сделанные различными моделями телефонов, особенно те, которые были плохо представлены в выборке. Вот. И это превратилось просто в такую гонку вооружений, кто скачает больше данных. Наша команда скачала, мне кажется, 300 гигабайт данных. Вот. За такое в академической среде обычно не хвалят, там статью не напишешь, типа вот мы добавили данных, и у нас лучшая модель получилась. Но в соревнованиях это возможно. Вот. На самом деле, ну, такое интересное было упражнение. Вот. Дальше. Кто из вас играл в игру Quick Draw? Ой, ой, очень мало людей. Окей. Значит, игра разработана Google. Ну, тут есть гифка, которая показывает, как это устроено, вам дается название какого-то класса, и вы должны нарисовать это, то, как вы это видите. Ну, например, сейчас надо было нарисовать календарь. И дальше сеть пытается угадать в процессе того, как вы рисуете, что это. И, ну, в этот момент вы можете понять, что вы не очень хорошо рисуете, потому что… Ну, вот сейчас будет крокодил. И видно, что сеть внизу совсем другое угадывает. И таким образом в такой игровой форме компания Google удалось собрать уникальный датасет. Это 50 миллионов изображений, 500 классов, вот у таких скетчей или дудлов. Соответственно, они сделали конкурс по распознаванию этих дудлов. То есть внутри этой игрушки есть тоже нейросеть, которая пытается понять, что вы рисуете. Вот. Это, на самом деле, было очень интересное соревнование, потому что оно совмещало в себе и картинки, и в некотором роде тексты, потому что можно было вот эти штришочки рассматривать как последовательности символов. Вот. Наша команда тоже тогда заняла первое место, но там был один нюанс. Мы заняли первое место, потому что мы заметили, точнее, мы предположили, что в тестовой выборке все классы распределены одинаково. То есть количество картинок в тесте одинаково для каждого класса. Мы просто перемножили количество классов на количество… точнее, поделили количество картинок в тесте на количество классов, и получилось целое число. Вот. И это была дополнительная информация, которая позволила нам улучшить нашу модель. Вот. Это было… Ну так, немножко нечестно, но тем не менее мы заняли первое место. И такое тоже происходит в соревнованиях, и на работе там в продакшене может не происходить. Вот. Это соревнование мне очень нравится. Это как раз задача сегментации. Компания, которая выставляла машины на продажу, она их фотографировала с очень многих ракурсов, там, по-моему, больше 10 ракурсов. На такой платформе машина поворачивается, и надо вырезать было фон, чтобы потом эти машины куда-то вставлять, в какие-то коллажи и так далее. Вот. И если посмотреть на итоговый лидерборд, видно, что первые две команды получили одинаковый скорс с точностью до пятого знака. Это означало на практике, что их решения отличались в несколько пикселей. То есть в тест-выборке было несколько тысяч фотографий, и качество их решений отличало неправильно опознанные несколько пикселей. Это просто удивительно. Но вторая интересная вещь в этом соревновании, что в основном все машины были седаны, но там был один фургон. И фургон опознавался очень плохо. У него была такая дырка в середине. И топовые команды просто руками ее закрасили, и тем самым улучшили качество модели. Это такой урок, что иногда надо смотреть в данные, особенно если речь про картинки. И так люди победили, заработали денег и так далее. Вот здесь, кстати, китайский участник с ником Best Fitting на втором месте. Возможно, он тоже закрасил этот фургон, но я не знаю. Вот. Дальше совсем недавно происходило соревнование, оно было уникальное. Возможно, кто-то из вас знает, что такое ганы. Это сети, которые позволяют генерировать новые картинки. Есть сайты, где генерируют лица знаменитостей, которых никогда не было, не знаю, вазы, которых никогда не было и так далее. Здесь была довольно простая задачка, уже много раз решенная, генерить собачек. То есть нам дали датасет из 10 тысяч собак. Есть такой стэнфордский датасет, он разделен по породам. И сказали, что надо сгенерировать 10 тысяч новых собак. Вот. Но, конечно же, первая мысль, которая вам приходит в голову, давайте я просто эти 10 тысяч и как бы отправлю, как мой сабмит. Вот. Но там метрика наказывала за это. То есть сгенеренные картинки должны были быть похожи, но отличаться от оригинальных собак. И еще, ну, вторая часть метрики заключалась в том, что нельзя было заслать одну и ту же собаку. Вот. И так-то читернуть тоже нельзя было. Вот. И, ну, я здесь не показываю примеры, как выглядят фотографии, сгенерированные сетью, но это что-то очень страшное, как из фильма «Муха». Там такие повернутые головы. Это реально не для детей. Вот. Но интересно, что в этом соревновании был честный способ, как генерировать этих собак. Ну, то есть использовать прям настоящие ганы. А был способ, как можно как-то обмануть метрику. И этот способ был, надо было взять две собаки и эти картинки между собой смиксовать. Вот. Ну, еще чуть-чуть изменив. Вот. Я пытался решить задачу именно вторым способом, потому что он дал лучший результат. Но так как это соревнование проводилось первый раз, и хост, девушка, которая организовывала из Кегла это соревнование, она очень хотела, чтобы это работало, и она очень любит собак. И она сказала, что она проверит все решения вручную, и плохие решения она забракует. Вот. Ну, поэтому мой способ не выстрелил. И, мне кажется, китайский участник с ником Best Fitting там тоже займет первое место. Результатов еще нет, но у него хорошее, выдающееся решение было. Ну, это такая, на самом деле, очень редкая задача, но, возможно, в будущем их будет больше. Вот. Теперь мы поговорим про тексты. В стартапе, где я работаю, я занимаюсь, работаю с текстами, занимаюсь задачами NLP. И проблема текстов в том, что они совершенно не секси. То есть, я думаю, все недавно видели приложение FaceApp, которое состарило лицо. Когда-то там два года назад была призма, где можно было разный стиль с фотографиями применять. Все это какие-то вайрал-эп, которые расходились миллионами копий в Иплее и Гугле, и люди с радостью делились всеми теми вещами. Но вот в NLP большая проблема, что никто не делится. То есть в NLP есть задача перевода, тексты с одного языка на другой, но это что-то прикольное. Но когда вы говорите, типа, я сделал приложение, которое делает summary текста, ну, это никому не интересно. То есть это не похвастаюсь девушке, как бы никто не будет такой app скачивать. Значит, соревнование, про которое я сейчас расскажу, заключалось в том, что надо было из чисел, которые написаны слева, 12 февраля 2013 года, переделать это в буквы. Потому что это важно для всяких голосовых помощников, и прочих систем. Ну, это абсолютно unsexy задача. Но, возможно, это одна из причин, почему соревнования по текстам, они так редко происходят. Потому что с видео и с картинками все очень наглядно, а тут, ну, какая-то скукотища. Вот. Я это соревнование вспомнил, потому что у меня не было никакой нейронки. У меня было где-то 50 разных ифов, 50 правил, как переводить цифры в буквы. Вот. Тогда я занял третье место. Ну, так вот тоже можно. Очень часто бывают шутки, что весь искусственный интеллект, там за ним в бэкэнде стоит просто куча ифов. Это иногда правда. Вот. Особенно на соревнованиях. Вот. Еще одно соревнование на тексты. Я думаю, многие из вас знают сайт Quora. Это сайт, где люди задают вопросы, и другие люди на них отвечают. Например, как Stack Overflow, только про все, не только про IT. И задача состояла в том, чтобы понять, какие вопросы неискренне. На самом деле, для начала это очень сложное понятие, что такое искренне и неискренне. И там была разметка, то есть были представлены вопросы и помечены, какие искренне и неискренне. Здесь, мне кажется, такое облако слов с неискренними вопросами. Из примечательного тут очень часто фигурирует Дональд Трамп. Не знаю, по каким причинам. Вот. Что было интересного в этой задаче? Значит, если вы когда-либо были на сайте Quora, то вы могли бы заметить, что линк к определенному вопросу, он в себе на самом деле содержит вопрос. Оттуда убраны какие-то лишние символы. Ну, что сделала русская смекалочка и наша команда? Мы начали получать эти линки из вопросов, которые нам дали. Потом как-то распарсили HTML-ку, и оказалось, что на Quora уже есть пометка «Это вопрос искренний или неискренний». То есть у них есть внутренняя система, которая проставляет лейбл. Оказалось, что эти лейблы очень сильно совпадают с train-датасетом. И мы там взлетели на первое место. Но проблема эта все равно была в том, что тестовая выборка разделялась на две части, и вторую часть никто не знал. То есть выкачать ссылки для них было невозможно. Но мы предположили, что… Ну, там была такая особенность, что некоторые авторы, они постили очень много вопросов на Quora, и все они были такими неискренними, токсичными, какими-нибудь расистскими и так далее. Я подумал, что, наверное, они сгруппировали все по авторам, и вот вторая часть теста будет связана с ними. Но наш способ не взлетел. Мы там где-то с первого места на тысячу и упали. Ну, вот так тоже бывает. Вот. На самом деле, с такими способами решения задач по машинному обучению надо быть очень осторожными, потому что я уже пару раз рассказывал эту историю русскоязычной аудитории, и все это воспринимают. Ну, типа, классно придумали, там, пошалили. Вот. Но западная комьюнити очень серьезно относится. Они говорят, вот вы правила нарушили, вот вы нехорошие люди, integrity, этика и так далее. Вот. Поэтому с такими вещами надо поосторожнее. Вот. Дальше мы покрыли уже картинки и тексты. Дальше расскажу про таблицы. Ну, совсем чуть-чуть. Одно из интересных соревнований — это предсказание результатов футбольного матча. Ой, баскетбольного, сори. В Америке есть такое мероприятие, называется March Madness, когда университетские команды играют в баскетбол, и это очень важно, потому что в Америке любят баскетбол, там, атлеты молодые много зарабатывают и так далее. И предсказывать игровые события — это в некотором роде такая ultimate задача, то есть вам надо предсказывать будущее. Вот. И, ну, интерес в этой задаче был в том, что там было очень много разной статистики, и вся она лежала в разных файликах, и все это сгруппировать — это, ну, такая достаточно большая боль. Это то, что современные системы автоматического машинного обучения практически не умеют. Вот. Ну и, в принципе, наверное, больше нечего сказать про это соревнование. Вот. Теперь раздел «Прочие». Вот. Раз в год, где-то под Новый год, выходит соревнование на кегле, где нужно решить NP-полную задачу с каким-нибудь твистом. Вот. В этот раз NP-полная задача была проблема коми-вояжора, когда нужно обойти граф, посетив все точки по одному разу, и там есть какие-то расстояния между точками графа. А твист заключался в том, что для точек с простыми индексами там были какие-то дополнительные расстояния, дополнительные косты. Вот. Ну, NP-полные задачи обычно решаются перебором, с каким-то набором евристик. Вот. Все начали запускать стандартные алгоритмы. Вот. И в некоторый момент, это, конечно, уже лидерборд, значит, если посмотреть на первое место, там два таких мужчин средних лет. Одного зовут Уильям Кук, а второго зовут, очень сложное имя, Келт Хельган. Ну, так вот, если посмотреть чуть внимательно на картинке, видно, что это какие-то новые профили, потому что у них мало точечек внизу, это не гранд-мастера, какие-то новички, это какие-то мужчины средних лет. И оказалось так, что они всю свою жизнь занимались решением задач коми-вояжора. Каждый из них написал софт, один называется Concorde, другой — LKH. Вот. Это люди, ну, просто академики, которые просто всю свою жизнь потратили на эту задачу. И тут они увидели, что на Кегле она в каком-то измененном виде, и они пришли и порвали всех. Вот. И вот такое случается на Кегле, и это на самом деле просто очень приятное ощущение, что такого уровня люди приходят и делятся своими… Ну, они, естественно, потом выложили решение. Но там очень страшный код у этих евристик, у этой задачи. Но очень часто эти задачи, они просто решаются арендой какого-нибудь сервера AWS на терабайт оперативки, там 100 ядер, и все. Как бы ставишь на месяц, и все. Ну, как? НТП — полная задача. Вот. Теперь, ну, на этом примере я закончу. Теперь хочу задать вопрос аудитории. Как вы думаете, зачем компании проводят соревнования? Кто смелый и может крикнуть? Так, идея. Да, нанять. Еще есть варианты? Получить готовую модель. Значит, это были все правильные варианты, но самой важной причиной, зачем компания проводит соревнования, это пиар. Вот. На самом деле, не всем компаниям повезло, так как Google и Facebook. То есть про них все знают, что у них много данных. Они там на острие машин леунинга, искусственного интеллекта. То есть к ним там присылают 10 тысяч резюме в день. Но при этом есть индустрии, где люди тоже хотят как бы покидаться этими словами big data, digital transformation, и так далее, искусственный интеллект. У них мало данных. Это, например, нефтегазовая индустрия. То есть у вас там есть вышки, у вас есть сенсоры, они иногда не откалиброваны, они иногда ломаются. Иногда там дядя Вася вахтер плохо записал в журнал показания счетчика и так далее. У таких компаний проблемы с данными, проблемы с наймом людей, и они проводят соревнования, чтобы попиариться. Вот. Индустрии, где много данных, ну, кроме IT, это еще финансы, ритейл, ну, там, трейдинг, вот такого рода. Значит, второй, ну, мне кажется, по значимости то, что уже называли, это найм сотрудников. Понятно, что рынок сейчас дата-сиентистов очень горячий, людей нет. То есть любой человек, который прошел курс Andrew&G, уже может называться джуном, вот, менеджмента вообще нет, их там скупают за какие-то бешеные деньги, вот, поэтому, ну, нанимать сотрудников через соревнования тоже хороший способ. Ну, и, на самом деле, последние. Мне кажется, очень мало компаний, на самом деле, хотят решить задачи, которые они дают. Вот. Это такая, ну, как бы, не очень приятная новость. Вот. На Кегли, когда команда побеждает соревнования, она обычно презентует ее заказчику. И там будет такая ситуация, что, ну, среди заказчика может сидеть какой-нибудь топ-менеджмент, который всю эту историю заварил, ну, в основном ради пиара и, может быть, найма. Вот. И там может сидеть еще data scientist, которому потом это в продакшен надо впиливать вот это решение. А решение на Кегли, это обычно какой-нибудь такой ассамбль ста моделей, который может обучаться там две недели, inference там день происходить. И вот это, если ты рассказываешь решение этим людям, и у data scientist из компании заказчика глаза такие грустные-грустные становятся, вот, потому что он понимает, что это невозможно в продакшен засунуть. И, ну, обычно все сводится к тому, что из решения берут какие-то кусочки идеи и потом уже делают линейную регрессию и все. Вот. А ты до этого два месяца или три потратил стака и какие-то нейронки гигантские. Вот. Ну, это нормальная ситуация. То есть, надо понимать, то есть, очень часто у участников соревнований есть какое-то разочарование, типа, ну, как же мы решали, а там все плохо, закончилось, там какой-то лик нашелся или еще что-то. Ну, ты понимаешь, что в основном это речь про пиар идет. Более-менее так же, как и с хакатонами. Вот. Но не обойдусь и без грустных новостей. Я буду действовать по принципу щит-сэндвич, засуну плохие новости в середину презентации, чтобы вы о них забыли. Вот. Ну, конечно, очень все круто. Компании проводят хакатоны, люди их решают, интересные задачи. Но с соревнованием есть достаточно большое количество проблем. Первая проблема, что никто не хочет проводить одинаковые соревнования. То есть, есть там задача классификации изображений, научились отличать кошечку от собачки. Вот. Но эту задачу уже сто раз решили. И новая компания не может, там, не знаю, прийти и сказать, давайте хот-дог от не хот-дога отличать. Никому не будет интересно. И поэтому все пытаются придумать какие-то новые данные, новую задачу. И обычно у них происходят косяки с сбором этих данных или с постановкой задачи. И опытные дат-сиентисты потом просто это эксплуатируют и все заканчивается печально. Также есть проблема, что, я думаю, многие знают, что 95% работы дат-сиентиста это чистка данных. И, в принципе, чистка данных и агрегации это довольно сложный процесс. Если вы, как заказчик соревнования, посадили одного, даже очень умного человека собрать данные и выложить их, разбить их на трейн-тест и так далее, то все равно с большой вероятностью он совершит ошибку и ее найдут один из тысячи людей по всему миру таких же умных дат-сиентистов. Это то, что часто происходит на кегле на самом деле. И последняя вещь, но это уже про то, что я чуть ранее рассказывал, про то, что готовые решения это иногда ассамбль из 100 моделей и что от реальной работы это очень сильно отличается. То есть какой-нибудь продакшн-модель это обычная регрессия, а тут вы работаете с нейронками и решение еще должно и на мобильном устройстве работать, а оно у вас там, не знаю, на 10 картах считалось. Вот, поэтому ну тут есть такие неприятные моменты в соревнованиях. Продолжим тему неприятных соревнований. Они еще не закончились, у меня просто наболело очень сильно за два года. Вот, есть такая вещь, она называется лик. Это такая такая фича значимая из данных, которые, ну, скорее всего, в реальной жизни вы не будете использовать. Например, ну, есть такие спорные моменты, например, картинка, и у нее есть какая-то метаинформация, например, размер картинки или устройство, с которым была сделана фотография. если вы занимаетесь классификацией изображений, ну, например, в университете, то вы не можете сказать, окей, я заметил, что с этого айфона фоткали кошечек, поэтому я всегда буду говорить, что это фотка кошечки, если она с айфона. Но в реальной жизни, в продакшене, это, в принципе, может сработать. Вот, и поэтому тут, ну, такие пограничные вещи. Но это, этот пример еще не самый страшный, пример лика. Бывают очень страшные примеры, например, когда размер мантисы это значимая фича. То есть, бывают такие ситуации, когда организаторы у них мало данных, и они хотят засунуть чуть-чуть синтетических данных, сгенеренных, чтобы люди думали, что там много данных и не пытались, не знаю, руками разметить выборку. И, ну, часто так случалось, что когда они генерят данные, у них просто формат другой. Вот, и их легко задетектить. Вот. Самый мой любимый лик, это было на соревновании на индийской платформе. Там нужно было разделять классы супергероев. Их было 10 штук. Там Халк, Спайдермен и так далее. И все картинки были отсортированы по дате изменения по классам. То есть, Халк сначала скопировался из папочки, потом Спайдермен и так далее. То есть, можно со стопроцентной точностью разделить эти картинки, не применяя никакие алгоритмы машинного обучения. Вот. Есть еще большая проблема, что иногда ответы есть просто в интернете. Ну, это, например, как с Кворой случилось. Бывают и другие кейсы. Вот. Ну, это неприятно. Вот. Если будете проводить соревнования, сами постарайтесь так не делать. Вот. Ну, на этом закончим с плохими новостями. Давайте разберемся, зачем вообще участники этим занимаются, зачем они тратят амбитуционные ночи, берут отпуска и так далее, чтобы решать соревнования. Обычно все связано с тем, что на работе им скучно. Я думаю, ну, как бы, все люди, сидящие здесь, скорее всего, работают, и у вас часто было, ну, было, наверное, ощущение, что вы какой-то рутиной занимаетесь, что мало развития на работе, что что-то неинтересное. И вот представьте, что в вашей профессии было бы вот такие соревнования, которые, в которых вы могли бы участвовать, потому что вы занимаетесь этим делом, это могло бы приносить вам, не знаю, больше вашей зарплаты, и при этом это еще приносило бы профессиональное развитие. То есть если бы был такой, не знаю, возьмем пример бухгалтера, вот он сидит, составляет отчеты, а тут есть соревнования, и там за него платят 10 тысяч долларов за самый красивый и креативный отчет. Вот. И, ну, так можно на самом деле любую профессию представить, и вот в Data Science такое есть. То есть одновременно проходят десятки соревнований по всему миру, где вы на самом деле занимаетесь своей профессиональной деятельностью, вы развиваетесь что-то интересное. Поэтому это одна из основных причин, почему люди участвуют. Вот. Когда я начинал погружаться в Data Science, я прослушал все курсы на Курсере по этой теме и понял, что там отвратительные домашки. Они отвратительны были тем, что они уже были сделаны кем-то и выложены на GitHub. Я, конечно, не мог сопротивляться этому искушению. Вот. Но это, наверное, во мне больше дела, чем в домашках. Вот. И я понял, что самое интересное практически задание можно было делать в соревнованиях. Вот. И это, потому что, а, там есть геймификация. Я как экономист могу вам сказать, что борьба за виртуальные очки, за всякие ачивки, она всегда намного более, больше вас стимулирует работать, чем денежная мотивация. Я думаю, все играли в какие-нибудь компьютерные игры на телефоне и так далее. И там нет денег, но люди там ночами просиживают и пытаются прокачать там свой профиль. Та же самая геймификация есть в соревнованиях. Вот. Это, что касается индивидуального развития, что приносят соревнования. Есть еще командное развитие. То есть, из всех там моих золотых медалей только две были соло, все в основном в командах. Иногда это просто доходит до какого-то абсурда. У вас распределенная команда, один человек сидит в Израиле, другой в Канаде, третий в России, четвертый еще где-то. Вы там общаетесь только через мессенджер. Непонятно, кто что делает. Лида нет. Вот. Но при этом все что-то делают. Вот. И это уникальный такой случай командного взаимодействия. Причем все забивают на работу, иногда даже реально берут отпуска, там сидят ночами и что-то фигачат. Вот. То есть такой уровень энтузиазма и вот такой опыт получить не на каждой работе можно. Поэтому это, ну, такой большой плюс. Вот. Ну, конечно, кроме желания развиваться есть и такой аспект, как денежное вознаграждение и тщеславие. Давайте чуть про тщеславие поговорим. Два года назад в октябре вышла статья в журнале Wired с вот этим замечательным гражданином из Бразилии под ником Джиба. Вот. И там было написано, что Джиба уже лет шесть, наверное, на Кегле завоевывает медали. Он там заработал уже какие-то невероятные призовые. Ну, и в статье было написано, если вы будете побеждать на Кегле, вам офферы просто польются рекой. Я вот два года назад так впечатлился, когда прочитал эту статью, посмотрел на эту вот Джибу. Я подумал, что он просто полубог какой-то. Вот. И весной я с ним встретился уже на одном из Кеглдейс в Дубае. Вот оказалось, что он обычный человек. Он, конечно, очень талантливый. Вот. Ну, у него, конечно, много достижений. Он получил визу О1 в Штаты. Это виза, так называемая, для Эйнштейнов, для выдающихся людей. Вот. После этого он все-таки из Штатов уехал обратно в Бразилию. Но, тем не менее, если вы будете побеждать на соревнованиях, то у вас есть большой шанс, что про вас напишет такой журнал, и ваша жизнь заиграет новыми красками. Вот. Давайте теперь поговорим про мою любимую тему. Это деньги. Самые большие призовые на Кегле перечислены здесь. Это полутора миллионов долларов. И это как бы не опечатка. Это реальные призовые. Вот. Ну, чтобы так спуститься с небес на землю, стандартные призовые соревнования это 50 тысяч долларов. За первое место обычно дают 10 или 15 тысяч. Вот. Про вот эти миллионы расскажу пару вещей. Первое соревнование нужно было определять по скану, точнее, по рентгену, есть ли у человека оружие или нет. Этот конкурс проводило Министерство обороны Соединенных Штатов и призовые могли получить только граждане США. Поэтому там была очень низкая конкуренция. Русскоговорящих датсантистов там не было. Вот. И победил человек, который натренировал 50 одинаковых моделей и сблендил их. Вот. Ну, и заработал там свои несколько сот тысяч долларов. Суммарно призовой фонд. Вот. А второе. Второе соревнование проводило агентство по недвижимости. Они очень тщательно относятся к качеству своих моделей. Как раз на картинке человек получает чек на миллион долларов. Я не представляю, что это за ощущение держать такой чек в руках. И не очень понятно, кто из них победил, если честно. Вот. Но интерес в том, что, опять-таки, чтобы чуть-чуть спуститься с невест на землю, соревнование проводилось в два этапа. На первом этапе отбиралось 150 топовых команд в течение двух или трех месяцев. Мы тогда заняли 165 место и не прошли во второй этап. Второй этап длился год и эта команда состояла из трех человек. То есть, три человека работали год, чтобы получить этот приз. Они заплатили с него налоги. То есть, скорее всего, каждый получил где-то по 200 тысяч долларов. Ну, что примерно соразмерно базовое зарплате дата-сцентиста в долине. Вот. Поэтому, ну, при этом остальные 150 команд не получили ничего. Вот. Ну, то есть, такая... Кажется, что это очень много денег. Вот. Но мат ожидания вашего выигрыша, оно на самом деле очень низкое, потому что низкая вероятность. Вот. Ну, раз мы заговорили про деньги, я решил погуглить, сколько зарабатывают дата-сцентисты. Понял, что в русскоязычном сегменте Google немногие интересуются этим запросом. Другие запросы намного более интересны. Вот. Поэтому мне пришлось залезть в англоязычный Google и найти вот такую картинку, где перечислены разные профили айтишные. Слева у нас это тестировщики, потом фронт-энд, мобильная разработка, клауд, и, ну, конечно же, справа самые дорогостоящие это машин львинг и дата-сайенс, вокруг которых самый большой хайп. Вот. Но здесь перечислены годовой заработок в год до налогов, и при этом это в среднем по штатам. То есть, как я уже озвучил, в Калифорнии это обычно 200 тысяч базовая зарплата, но все равно это очень большие деньги. И, но опять-таки, вспоминая то, что я говорил в начале презентации, если вы хотите переквалифицироваться, то вот есть такой небольшой стимул, как бы, например, из тестировщиков в дата-сайентисты. Вот. На этом значит, уже подходит к концу мой доклад. Я надеюсь, хоть как-то заинтересовало вас в участии в соревнованиях, и если у вас есть вопрос, как это начать делать, у меня есть прям четыре очень простых шага, даже, ну, четыре с половиной. Вот. Самый простой шаг это сегодня вечером прийти и сделать аккаунт на Кегле. Для этого от вас потребуется просто почта и телефон, и это, ну, просто, пять минут. Следующий посложный шаг вы открываете любое соревнование, и там есть такой sample submission. Это обычная просто все нули, например, засубмитить, все нули. И вы окажетесь внизу лидер борда, но через день кто-то будет еще сзади вас, кто засубмитил тоже все нули, и вы уже как бы в рейтинге подросли на соревнованиях. То есть уже начинаете вовлекаться в эту геймификацию. Вот. Дальше следующий шаг, он просто для уже самых гениальных людей. Так как я говорил, что решения выкладываются, и вы можете его запустить. Вот. Прямо на облачных мощностях Кегла. Так как я уже говорил, что Кегл сейчас принадлежит к Google, Google им предоставляет мощности, они бесплатные. Вы, кстати, их можете использовать не только для соревнований, но и для своих каких-то вычислений. Вы можете запустить готовое решение чье-то, и это уже намного круче будет, чем дефолтный сабмит, и вы еще подниметесь в рейтинге. Ну и самый последний, самый сложный вариант. Вы скачаете это решение себе на локальный компьютер, попробуйте его запустить, вы тут же превратитесь в дата-сиентиста, потому что половина питонских пакетов у вас стоять не будет, дрова у вас не будут стоять, это куды, вы узнаете, что у вас нет видеокарты нужной, вот. Это прям, поймете, что ваше окружение неправильно настроено и так далее, что у вас вообще винда стоит. Ну, вы тут же станете дата-сиентистом, то есть два года я буквально этим занимался, я брал готовые решения, запускал их локально, учился чему-то новому, улучшал их, и вот, ну, как бы, стал в топе. Вот, но это уже для самых продвинутых, я бы за вечер это не получится, но вот там первые три пункта прям можно сделать сегодня. Ну и самый главный практически шаг, если вы хотите стать дата-сиентистом, вступайте в сообщество Open Data Science, для этого нужно зайти на сайт ods.ai, на самом деле это сообщество, это просто канал в Slack, причем там сейчас находится 30 тысяч участников, как вы знаете, Slack он платный, но Slack оказался таким добрым, что он бесплатно предоставляет этот сервис, вот, и там все, что нужно узнать про дата-сиентист, и в том числе про соревнования, есть, поэтому welcome. На этом все, большое спасибо за внимание, я готов ответить на вопросы в оставшиеся, видимо, две минуты. Я думаю, даже четыре. Спасибо. Да, поднимайте руку, и я подбегаю к вам с микрофоном. Вот первый уже вижу. раз-раз. Павел, вы рассказывали, что вы имели опыт программирования там на C++ на том же, да, и перешли в дата-сайенс, то есть я так понимаю, вы сейчас занимаетесь, ну, зарабатываете деньги дата-сайенсом, я правильно понимаю? Да. Вопрос, что вам больше нравится, C++ или дата-сайенс? То есть если сравнивать не по уровню заработка, то есть чем вам больше нравится заниматься, то есть может быть, да, заработок в дата-сайенсе повыше, но по задачам, что вам больше нравится. Да. Потому что вы сами сказали, что 95% работы заключается в том, что вы просто отбираете и размечаете данные. Да, да, да. Это немножко тоже рутинная работа и может надоесть. Вот поэтому интересно ваше мнение. Спасибо за вопрос, но это примерно как сравнивать теплое и мягкое. Вот. На самом деле C++ я никогда не любил. Готов сказать это на камеру. Мне просто приходилось на нем писать, потому что в высокочастотном трейдинге это в то время был золотой стандарт. И я не могу сказать, что я зарабатывал деньги написанием программ на C++, я зарабатывал деньги придуманием алгоритмов для торговых роботов. Вот. И на самом деле тогда я тоже занимался анализом данных, просто там это было все еще куча ифов на C++. Но потом я понял, что в мире Data Science есть приложение, все те задачки, которые я сегодня рассказал, с картинками, с текстами. И все это настолько интересно, а я занимаюсь только анализом временных рядов, поэтому, ну, собственно, я и занялся Data Science. Но по деньгам, ну, конечно, с трейдингом ничто не может сравниться, вот. Но Data Science намного более приятный. То есть, не все про деньги. Еще на один вопрос есть две минуты. Если у кого-то есть рука в воздухе, я подойду. Вот. Отлично. Привет. Спасибо большое за доклад. Было очень интересно. Мне, как инженеру, нравится писать код, заниматься архитектурой проекта. Одна ко мне коллега один сказал, что на прошлой работе у него были ребята из Machine Learning и Data Science и большую часть времени они уделяли не коду, а листку с бумагой и, соответственно, математическим разным формулам. Как ты уделяешь свое время работе? Да, есть такое опасение, что Data Science это про что-то… Иногда люди говорят, это просто там тюнить параметры. Иногда… Ну, есть очень много мифов про то, что это. На самом деле, если вы хотите заниматься кодом, писать хороший production-ready код, чистый и так далее, всегда есть для этого возможность. Такие люди просто называются Machine Learning инженером. Вот. И на самом деле, и совсем по-честному, таких слов как Data Scientist их скоро не будет, потому что люди, которые занимаются тем в Гугле, это либо аналитики, которые делают, ну, просто какую-то базовую аналитику чуть ли не в Excel, либо ML-инженеры. То есть, по сути, программисты, которые знают современные методы машинного обучения, и при этом сейчас уже такая точка, где не знать их невозможно, потому что все эти продукты так или иначе в себя уже начинают включать эти методы. То есть, хорошо кодить, это, безусловно, очень большой плюс, если вы хотите в эту индустрию попасть, и такой возможности будет предостаточно.